Тема называется по-простому, и эта тема беспокоит абсолютно всех сейчас, не только в России, либо Украине, во всем мире, как мне кажется, когда закончится война. Переговоры между Российской Федерацией и Украиной начались чуть ли не с первых дней полномасштабной войны России против Украины. Продолжается она уже почти полгода. Говорить о ее окончании пока что не приходится, как и о консенсусе в переговорном процессе. Некоторых подвижек за столом переговоров в Москве и Киеву удалось достичь на встрече в Стамбуле, в дворце Далмабахче, которая, напомню, состоялась встреча в конце марта, но с тех пор ситуация сошла на нет. Президент Украины Владимир Зеленский в своих видеообращениях постоянно подчеркивает важность территориальной целостности украинского государства. Тем временем российский президент Владимир Путин обвиняет Соединенные Штаты Америки в якобы затягивании полномасштабной войны. О том, почему переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся, есть ли шанс их возобновить, далее в сюжете. Переговоры между Киевом и Москвой начались на четвертый день вторжения российской армии в Украину. Надежда на урегулирование конфликта появилась с тех пор лишь раз, после мартовской встречи в Стамбуле, по итогам которой стороны представили план возможных договоренностей. Но после того, как Россия сконцентрировала силы на Донбассе и временно взяла под свой контроль некоторые территории Украины, переговоры между сторонами фактически остановились. К сожалению, договориться с Россией сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договаривающиеся стороны. Она пополно использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому необходимо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, в интервью Ле Фигаро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сообщил, что сейчас нет предпосылок для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Также отсутствует переговорный процесс между украинской и российской делегациями, поскольку, как считают в Кремле, Украина якобы ушла с радаров. А Путин во время последнего выступления обвинил США в затягивании войны в Украине. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Диалог с Москвой возможен только при участии партнёров Украины, уверен министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в случае проведения России референдумов на оккупированных территориях никаких переговоров не будет. Поскольку переговоров нет, то давать оценку какой-то переговорной позиции нет смысла. Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен, только если за столом сидят наши партнёры. Потому что разговаривать с россиянами и получить Минск-3 нет никакого смысла. Алексей Резников, министр обороны Украины. В интервью «Украинской правде». Президент Литвы Гитанос Науседа считает, что исход российско-украинской войны будет решён на поле боя. А переговоры с Путиным считает бессмысленными. И чтобы помочь Украине победить, партнёры должны сделать всё возможное, заявил политик. Сейчас мы понимаем, что их конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет разрешён на поле боя. Я не вижу другой альтернативы тому, что мы должны приложить все усилия для победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть слишком мрачными и для Украины, и для Литвы, и для всего демократического мира. Гитанос Науседа. Президент Литвы. В интервью «Голосу Америки». Глава британской военной разведки Джим Хокенхалл в интервью BBC заявил, что от войны, которую Россия ведёт в Украине, в этом году не стоит ожидать явных успехов ни одной из противоборствующих сторон. И призвал готовиться к затяжному конфликту. Завершать войну Украина будет только на своих условиях, говорит политолог Пётр Алищук. Как, в принципе, подчёркивал неоднократно президент Зеленский, основным условием является выведение войск-оккупанта за пределы Украины. Причём должна быть в конечном счёте освобождена вся конституционная территория Украины. Включительно с отдельными районами Донецкой и Ваганской областей и Крыма. Вот когда это будет осуществлено, то тогда, в принципе, мы можем говорить о возможности завершения этой войны и обсуждении дальнейших условий. В данный момент единственное, чего хочет Россия, это по возможности заморозить конфликт для того, чтобы подтянуть живую силу и технику, говорит Пётр Алищук. А потом снова напасть и уничтожить Украину. Всё это неприемлемо, поэтому содержательных переговоров сейчас быть не может, считает эксперт. Единственное, чего они хотят, это опять-таки всех обмануть в очередной раз, под видом якобы желания прекращения войны протянуть передышку для себя, чтобы в дальнейшем снова-таки вернуться в эту войну, но уже с новыми силами, с новыми ресурсами, попытаться во время этого затишья каким-то образом отменить, по крайней мере, частично санкции, нарастить финансовые ресурсы. Всё это прекрасно понимают. В Украине это тоже все прекрасно понимают. Результаты свежих соцопросов в России указывают на то, что россияне хотят переговоров. По данным службы Russian Field, 65% россиян одобрили бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать новое наступление на Киев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Путина. Это можно считать коллективным выражением доверия к власти и нежеланием общества вмешиваться в политическую ситуацию в стране, утверждают эксперты. Наталья Белокудря, Евгений Кармазин. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.